Добрый день, уважаемые студенты! Тема сегодняшней лекции – инфраструктура финансового рынка и его составные элементы. Данная лекция содержит в себе четыре вопроса. Первый – это фондовая биржа как организатор торгов. Далее – организационная структура биржи. Следующий вопрос – это основные виды деятельности фондовой биржи, клиринговая деятельность, ее принципы, этапы клиринга и способы клиринга. И заключительный вопрос лекции – это депозитарная деятельность, деятельность по ведению в приезда и инфраструктура казахстанского рынка ценных бумаг. Что же такое фондовая биржа? Это организованный регулярно функционирующий сегмент рынка ценных бумаг, который характеризуется одновременно следующими признаками. Это первое – предоставление услуг, непосредственно способствующих заключению сделок с ценными бумагами. Следующий признак – это раскрытие информации любому заинтересованному лицу о заключении биржевых сделок. И следующий признак – это предоставление информации о каждой сделке. На фондовой бирже можно выделить следующие основные зоны – это саму биржу непосредственно, следующее – это представительство трокерских контор и других членов биржи и клиентскую зону. Структурное подразделение биржи – это котировальная комиссия, расчетная палата, регистрационная комиссия, клиринговый центр, информационно-аналитическая служба, отдел консалтинга, отдел технического обеспечения, административно-хозяйственный отдел, арбитражная комиссия, комитет по правилам биржевых торгов и биржевой депозитарий. Служащие фондовой биржи не могут быть участниками или учредителями фондовой биржи и торговать на бирже. Организация клирингового процесса основана на соблюдении следующих принципов. Первый – это клиринги осуществляют специальные учреждения. Это либо расчетная палата биржи, либо самостоятельные расчетные организации. Следующее – это сведения о совершенных сделках поступают в клиринговую систему только после их регистрации в торговой системе и сверки всех реквизитов. Следующее – если одна из сторон не в состоянии выполнить свои обязательства, то их исполнение берет на себя клиринговая организация. Каждая операция в процессе клиринга имеет свой определенный регламент, который подлежит строгому соблюдению. Денежные средства и другие ценности клиентов, которые поступают в оплату ценных бумаг, они подлежат раздельному учету от денежных средств их посредников. Сама клиринговая деятельность представляет собой систему расчетов, основанную на взаимных требованиях и обязательствах по денежным средствам и ценам бумага между участниками торговли. Этапы клиринга. Их пять. Первый этап – это сборка, сверка, корректировка информации по сделкам с ценными бумагами и подготовка бухгалтерских документов по ним. Следующий этап – это определение взаимных обязательств покупателей и продавцов ценных бумаг по денежным расчетам и по поставке ценных бумаг. Следующий этап – это проведение взаимозачета между участниками клиринга. Четвертым этапом клиринга является направление документов по итогам клиринга во исполнении сделки в расчетную систему, то есть в банки и другие расчетные организации и в систему, обеспечивающую поставку ценных бумаг – это депозитарии. И заключительным этапом является создание гарантийных и иных фондов для снижения рисков неисполнения сделок. Клиринг бывает нескольких видов. Давайте мы сейчас с вами разберем основные из них. Простой клиринг, он применяется в основном, во вне биржевой торговли и выявляет сальдо обязательства каждого участника клиринга по денежным средствам и ценам, бумагам, по отношению к другому участнику, по однородным сделкам за определенный торговый период. Далее у нас идет это многостаревронный клиринг. Он более эффективен для биржевой торговли и предполагает проведение ежедневного зачета с выявлением сальдо однородных обязательств и требований участника торгов по всем совершенным им сделкам клирингового пула. А в условиях, получается, централизованного клиринга, клиринговая организация, она становится одной из сторон в урегулировании позиций между участниками клиринга, единым должником и единым кредитором. А в депаритарии, получается, у нас происходит перерегистрация прав на нового владельца ценных бумаг. Это учет прав на счетах ДПО владельцев ценных бумаг. Далее регистрация перехода прав на ценные бумаги. Следующее – передача депоненту информации, полученной от имитента и держателя реестра. Четвертое – это выполнение функций номинального держателя. Это регистрация в системе реестра владельцев в качестве номинального держателя. Это получение и передача владельцу выплат по ценным бумагам. Это осуществление сделок и операций с ценными бумагами по поручению лица, в интересах которого депозитарий является номинальным держателем. Следующее – это хранение сертификатов ценных бумаг и ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по учету прав на ценные бумаги. Реестр-режатель осуществляет все предусмотренные законодательством Республики Казахстана операции по учету движения ценных бумаг и отражению в реестре права собственности на них, основным из которых являются первое – это сбор, фиксация, обработка, хранение данных, составляющие систему введения реестра владельцев ценных бумаг на лицевых счетах, зарегистрированных лиц и внесение необходимых изменений и дополнений в систему введения в реестр. И предоставление сведений из реестра – это эмитенту, контролирующим органам, правоохранительным органам, владельцам ценных бумаг, акционерам, которые владеют не менее чем 1% голосующих акций по ценным бумагам выпуска. Субтитры создавал DimaTorzok